Мне 14, я Маша, меня предал лучший друг. Все началось в августе, к нам в гости пришли мамины друзья. Меня там заинтересовал один муж маминой подруги. Ну я сидел на кухне, слушал о чем они разговаривают, я узнал, что Андрей, муж маминой подруги, очень красиво рисует портреты, но он нигде не учился. Я смотрел на Андрея, он обратил на меня внимание, мы начали болтать про рисование, на кого я хочу пойти учиться и так далее. Позже меня заставили идти спать, но я написала ему в инсте, сможет ли он нарисовать солиста моей любимой группы. Ну он сказал, что времени пока нет, но потом нарисует. То да сё, мы зацепились, начали пересписываться, всё было норм. На следующий выходной Андрей с женой и сыном снова к нам приехали, и он уже готовил роллы, а я их просто обожаю. Заметила, когда я на него смотрела, он резко отворачивал взгляд, это было мило и немного даже смешно. В этот день ещё случай произошёл, мы сидели на улице в беседке, но подошёл Андрей, муж маминой подруги, со стаканом пива, и пытался к нам подсесть. И когда он садился, пиво пролилось на скамейку, и осталось совсем мало сухого места, где сидела я. Но Андрей всё равно решил подсесть, хотя сухого места вообще не было. Он попросил меня подвинуться и сел так близко. Мы так тесно и сильно рядом сидели с ним. Мне стало как-то стрёмно, но в то же время и радостно. Много дней подряд мы переписывались, но потом он замолчал на целый день. Я решила взбодрить его и написала, что он мне очень нравится. Ну как человек, как личность. Что я считаю его лучшим другом. И скинула кое-какую фотографию. В инсте была отметка просмотрена, но он не отвечал. На следующий день я его спросила, ты посмотрел фото, а почему игноришь? И тут он написал, я два дня не заходил в инсту. Мне стало не по себе, ведь на этом фото я... Продолжение немного пикантное, поэтому я его выложил в инсте. Ссылка в шапке профиля. Продолжение следует...